Очень давно маленький Петр каждый вечер, ложась спать, молился. Я делал это очень усердно и искренне, как и полагается маленькому мальчику, верящему в хорошие и, конечно же, в чудеса. Я очень их ждал. Будучи крещеным, я, естественно, начинал с отчинаж, а потом говорил с Богом своими словами, прося помощи, здоровья и удачи всем моим родным и близким, потом всем людям на земле и, в последнюю очередь, себе. Себе я просил лишь чудесных снов и, чтобы не снились кошмары. Никогда я не видел в своей жизни более прекрасных снов, чем в детстве и никогда я не видел столь поражающих воображения кошмаров, как в детстве. Где-то спустя несколько минут после начала подобной молитвы я начинал испытывать какую-то мистическую блажь. Это очень четко ощутимое, не духовное, а именно физическое ощущение, легкости, умиротворение, счастье и прикосновение к мистическому, духовному миру. Все мое тело было полное этого ощущения. Тогда для меня это было чем-то стандартным и должным. Потом это ощущение этой блажи стало слабеть, оно стало исчезать, пока не исчезло полностью. Как бы усердно я не молился, меня это очень сильно мучило. Ведь взрослее я винил в этом лишь себя. Меня стали интересовать, конечно же, девочки. Где-то за гаражами я попробовал покурить и так далее. В общем, все, что интересует мальчишек на каком-то этапе взросления. Я считал, что, видимо, я становлюсь хуже. Быть может, больше я не достоин чудес. Я считаю, что невежество и ложь, наверное, самые страшные вещи из тех, что существуют на земле. Незнание явлений и взаимосвязей делают людей несчастными. Пытаясь найти ответы на вопросы, люди начинают идти неверным путем, совершенствуя маразм, доводя его до абсолютного мастерства. В ответ на их поиски те находят лишь иступляющую безмолвную тишину. А ведь ответ на вопрос, почему молящихся по всему миру не слышат их боги, существует. И вот удивительный факт. Ответ, почему многим не помогает медитация, оказался тот же. Мне понадобилось много лет пройти много дорог и перечитать массу книг, чтобы найти ответ на вопрос, который я задавал себе еще маленьким мальчиком. В чем же все-таки заключается тайна молитвы? Почему в детстве она работает и ее эффект был ощутим физически, а потом эта сказка исчезла? Неужели причина в том, что люди становятся с возрастом хуже, злее или, я бы даже сказал, грязнее сознанием и телом? Я требую вернуть чудеса, они нужны не только мне, но и всем людям. Я хочу знать ответы. Сегодня мы их с вами получим. Сегодня мы узнаем самый страшный и важный секрет молитвы и, как ни странно, медитации. Сегодня будет очень интересно. Дорогой друг, приветствую тебя на канале Нулевой Пациент. С нас начинается эпидемия перемен к лучшему. Если ты смотришь это видео, то и есть настоящее сопротивление. Очень прошу досмотреть это видео до конца, так как самые интересные факты я буду рассказывать на протяжении всего видео. Прошу подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео. Заранее всех благодарю. Приступим. Когда говоришь о том, что медитация и молитва это одно и то же, то многие из религиозных людей, я говорю прежде всего о авраамических религиях, сразу устраивают практически истерику. Ты не прав, изучи, а потом говори. Ты сатанист. Уже давно проведены опыты и доказано, что что-то там христианская и мусульманская молитва могут делать. Когда просишь людей дать ссылку на исследования или публикацию, например, в журнале Science или Nature, два самых авторитетных научных издания, диалог заканчивается. Причина тому простая, таких исследований нет. А о тех, которые проводились, верующие не знают, так как им о них не рассказывают. Ведь их результаты вполне конкретные и четкие. Эти исследования могут четко рассказать, что есть молитва на самом деле и какую тайну она хранит. И вот может показаться, что когда говоришь буддистам или индуистам, или людям, практикующим различные виды йоги и медитации, то же самое, что молитва и медитация это одинаковый процесс, то те мудро кивают головой. Но это совсем не так. Ведь те тоже верующие доказательства и аргументы их не интересуют. Несколько дней назад я встретился с очередным намасте кретином. Ну знаете, стандартный персонаж прожил год в Тибете, использует все и сразу практики Нью Эйдж, отрастил бороду косит под ашо и садхгуру, а в башке полный винегрет. Так вот, я сказал этому человеку то же самое. Молитва и медитация одно и то же. И он сказал нет. Это разные вещи. Я спросил почему. Он ответил ну нет и все. Я сказал, что глубочайшая медитация и прием айаваски, психоделического напитка, это одно и то же. Но он сказал нет. Я спросил опять почему. Он ответил просто нет, добавив духовное и биологическое разные вещи. Да неужто, мать ваша? Итак, друзья, пожестим. Маленький Петя, утративший мистическую блажь, был так расстроен, ведь он считал, что он, став плохим, взрослея, утратил возможность прикасаться к мистическому и духовному миру. Но он просто не знал, а рассказать ему было некому, что средневековые мистики и каббалисты считали, что пениальная железа, или как ее еще называют, шишковидная, считалась в человеческом мозге дверью или окном в мистический и духовный мир. И тут, услышав знакомое слово, все зрители и YouTube-знатоки мне в комментариях напишут, что есть памятник, шишки в Ватикане, а еще мировое правительство и рептилоиды кальцинируют через воду и еду эту железу, и мы утрачиваем свои способности. Поздравляю, вы нахватались всякой чуши и неправды в интернете. Многие псевдоэзотерики, так же, как и маленький Петя, не знают, что когда человек входит в пубертат, то есть, когда мальчик или девочка входит в процесс полового созревания, у пениальной железы, или, как ее еще называют, шишковидной, слабеет часть функции. Это естественный процесс, он произойдет в любом случае. И кальцинирование здесь не при чем. Суть не в том, что с возрастом мы становимся хуже, а в том, что помимо духовного мы должны еще и думать о размножении. Реальность нас готовит к тому, что мы должны, как и каждое живое существо, принести плод. Мелатонин не гормон сна и не гормон циркадных ритмов, а вообще гормон всех биологических ритмов абсолютно. Когда видеть фантастические детские сны? Когда размножаться? Когда стареть? Когда ложиться спать? А когда умирать? Именно поэтому, когда мы взрослеем, часть функций шишковидной железы слабеет. Мелатонин, который вырабатывает шишковидная железа, выполняет функцию подавления сексуального желания. И вот его стало меньше. И в мыслях лишь одни девочки. Ну или мальчики, если речь идет о девочках. Пениальная железа действительно связывает нас с метафизическим миром. Но после определенного возраста эта дверь не закрывается, но немного призакрывается. Вот почему в детстве исполняются желания так часто. Вот почему устами младенца глаголит истина. А еще истину говорю вам. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Будьте как дети. Как известно, сын Иосифа Плотника знал о мозге, о том, как он работает, о том, как нужно связываться с Богом. Ну, скажем так, с метафизическим миром. Он знал очень много. Когда мы маленькие, мы ближе к мистическому и духовному миру. Вот почему взрослых никто не слышит. Или, скажем так, часто не слышит. Но вердикт ли все это? Значит ли это, что взрослого человека его боги больше не услышат? Итак, нейробиологи выяснили, как работает мозг во время религиозного просветления. Эти ощущения появляются в нижней темной доле головного мозга. А за что она отвечает, мои маленькие любители истины? Она отвечает за ориентацию в пространстве и наше восприятие окружающих предметов. Скажем так, за отделение нас от окружающего мира. Итак, скажите, что это значит? Почему именно там рождается мистика и духовное озарение? Почему именно там мы соприкасаемся с метафизическим миром? Вы же у меня умницы. Расскажите мне. Да потому что возвышенные чувства возникают в человеке тогда, когда активность этого участка мозга снижена. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Церебрал Кортекс. Есть еще одно важное исследование, которое говорит, что не молитва и медитация отличаются друг от друга, а глубокая молитва и глубокая медитация отличаются от просто машинальные молитвы или посидеть молча в тишине в позе лотоса. Ведь в одном случае работает один и тот же участок мозга, а во втором ничего не работает. Человек просто убивает время. И вот ты начал молиться своему Богу или сел медитировать и у тебя получилось погрузиться в свой разум и вот часть мозга отделяющая тебя от внешнего мира ослабела. И вот ты в камере или в комнате но вот вдруг открылась дверь или исчезли стены или исчез забор и ты стал единым целым с чем-то от чего до этого был отделен вне этого состояния. Понимаете это же очевидно духовный метафизический мир существует но он же отделен от тебя забором. Есть условия и способ как на какое-то время заглянуть за него и крикнуть тем кто живет за забором о том что тебя волнует что ты хочешь. Ведь когда ты ниже забора тебя не слышат. Неужели это неестественно? Неужели это до элементарности неочевидно? Да расшибите себе лоб в своих молитвах. Делайте что угодно ничего не будет если не соблюсти процедуру и не соответствовать правилам. Интересно а чем же дети соответствуют правилам? Вопрос на миллион долларов вопрос ответ на который открывает правду к чудесам которые как оказалось имеют не только мистическую структуру но и вполне биологическую многие молятся надеясь на помощь бога и справедливость многие просто благодарят своих богов кто-то медитирует чтобы остановить внутренний диалог или расслабиться или получить просветление и только один в твоей голове образуются нейронные пути чем дольше и упорнее ты что-то делаешь тем нейронный путь толще и плотнее то есть увереннее посмотрите на этот прекрасный цветок это и есть ты человек все твои желания надежды это тяжелейшая структура многолетней настройки персонажа компьютерной игры и порой некоторые настройки пагубны они вредят всей нашей жизни их очень тяжело изменить но это возможно именно поэтому я против того чтоб с вами разговаривали невежды вот стоит предо мной тысяча машин все они разные они с разной ходовой разным двигателем у них разный возраст разная изнашиваемость у них разный производитель одну машину сделал японец одну еврей одну украинец одну русский одну американец тут у меня запорожцы лады бугатти феррари грузовики и хамеры и вот я вышел на сцену и всем говорю вы все должны ехать с одинаковой скоростью вы все должны достигать 100 километров в час одинаково быстро вы все должны ехать к одной и той же цели по одним и тем же правилам ты что тупой как можно им это всем говорить если они все эти годы ездили по совершенно разным дорогам они разные все по сути по наполнению запорожец и бугатти не могут ехать с одинаковой скоростью но ты стоишь на сцене и просто трешь им втираешь все подряд ты же просто ему жешь меня много критикуют и ругают но вскоре все эти люди меня поймут поймут что я пытаюсь сделать молитва и медитация призваны создать нейронный путь плотный и устойчивый отвечающий за то чтобы отдел мозга контролирующий наше отделение от окружающей реальности ослабел в нужный момент так вы можете поговорить с вашими богами или с духовным миром мне не интересно как кто это называет важен лишь результат но почему у взрослых это получается хуже а у детей лучше только из-за ослабления функции пениальной железы с возрастом или есть еще другая причина что текло по моим венам по моему телу по моей нервной системе когда я был маленький я повторяю это чувство было физическим а не духовным это нечто и есть ключевой фактор всего совсем недавно я начал читать медицинскую литературу мировых светил нейрофизиологии и психиатрии которым 100-150 лет я был шокирован ведь там оказались ответы на многие вопросы а это не мистика а наука поймите а с другой стороны это та мистика исполнение желаний которые вы ищете если у меня получится сделать то что я хочу я оставлю огромное количество лжецов профанов мотиваторов гуру коучей и церковнослужителей всех конфессий без работы сейчас я создаю полную универсальную дорожную карту как работает мозг тело ваше сознание и как они взаимодействуют с физическим и метафизическим миром для получения того чего вы хотите и в ближайшее время все что я вам тут наговорил я собираюсь проверить на себе так будет честно и если все получится я напишу книгу отвечающую на эти вопросы дающую результат они проповедующую веру волшебные бабы у вас все получится друзья вы обретете счастье а те кто захочет вернет своих богов и поговорить с ними узрит мистические откровения ведь вы их так хотите когда-то когда я был маленьким я был почти волшебником и умел очень многое такой себе маленький Гарри Петр у меня заболел очень сильно зуб и боль не проходила отчаявшись я закрыл глаза и представил комнату в которой темно эта комната была наполнена моей зубной болью сосредоточившись я мысленно не отвлекаясь стал эту темноту делить на небольшие кубы и выносить из комнаты там где исчезала темнота там просто становилась видна комната ее стены пол мебель все это время пока я производил в своей фантазии эти манипуляции я испытывал адскую боль и вот когда я вынес последний куб тьмы из этой комнаты а их было пару сотен боль прекратилась вот так от нее не осталось следа благодаря книгам по медицине и психиатрии которые я читаю которым 100 и 200 лет я знаю что это был самогипноз самый страшный интересный секрет молитвы и медитации заключается в том что это каждодневное и систематическое самогипноз создающий в мозге нейронный путь отвечающий за конкретный процесс призванный позволить мозгу и сознанию связаться с духовным и метафизическим миром у детей это лучше получается потому что существует два важных элемента без которых это невозможно в детях этих элементов больше во взрослых их значительно меньше или вообще нет часто что это вина самих взрослых кстати вместе с этим всем у человека появляются способности которые можно назвать необычными или мистическими об этих элементах подробнее в следующих выпусках но главное помнить я не наследственный предсказатель и не наследник ванги я не лечу порчи я человек ищущий ответы и если я сам не удостоверюсь что это работает я первый скажу вам что это чушь мной движет интерес и желание установить истину на уровне биологии и сознания человека не существует мистики не существует науки религии или атеизма существует лишь истина давайте искать ее вместе давайте измерять изучать опровергать и подтверждать а уже потом делать выводы и давать имена нарицательные все скоро откроется грядут перемены и вот здесь я по-настоящему опасаюсь за свою жизнь религии и моя критика некоторых аспектов некоторых религий это меня никогда не пугало а вот факт что я могу дать очень мощное новое и главное работающее в отличие от прочего фуфла знание может очень многим не понравиться и это действительно меня настораживает но не попробовать его дать я не могу и прежде всего друзья мои для того чтобы это было максимально честно я все попробую на себе если ты посмотрел это видео мой друг ты есть настоящее сопротивление глупости и невежеству которые нам навязывают с детства зло боится лишь тебя счастливого и думающего либо только думай и не чувствуй либо только чувствуй но не думай если ты будешь и думать и чувствовать ты станешь очень опасным для зла человек вы были на канале нулевой пациент спасибо что досмотрели до конца надеюсь вы подписались поставили лайк оставили комментарий и нажали колокольчик чтобы не пропустить следующее видео всех вас очень люблю и думаю о вас всего хорошего пусть вас наполнит сила источника и помните помните грядут перемены ау где я выпустите меня я хочу выйти ты меня не спрячешь я скоро вернусь я скоро вернусь я скоро вернусь